Доброе утро! Потому что что? Осень началась, витамины нужны, проснуться надо, а проснуться можно от остренького, сытненького гаспачо. Ух ты! Холодный суп! Я напомню нашим зрителям, что все наши завтраки мы готовим за отведенное количество минут, за определенное. Это 7 штучек всего. Мы готовы зарядить машину времени нашу. Нашу яичко времени. Ну что, готовы? 7 минут. Поехали! Итак, Юля, тебе чеснок. Хитрость чем? Достань все головки, а потом я расскажу, что с ними делать. Все-все? Все-все. Тебе два лука. Главное, сними с них шкуру, срежь краешки. Резать крупно не надо. А, шкура! Я избавлю огурец от этих вот горьких кончиков, их в простонародье называют по-другому, но выражаться не будем. Попки! Нас смотрят дети! Да, кроме того, сюда, конечно же, пойдут томаты, болгарский перец и самое главное, что придаст очень приятную текстуру, это томатный сок. Кроме того, поскольку он сам по себе соленый, он заставит нас пренебрегнуть солью, и мы добавим лучше побольше острого перчика. Слушай, Сереж, ну вот я достала все 126 головок чеснока. А теперь в чем хитрость? Есть два способа быстро почистить чеснок. Это взять две мисочки, закинуть его и трясти. Постучать. Но двух мисочек мы не видим, поэтому ты берешь ложку, ну, можно нож, кладешь вот так зубчик, сверху придавливаешь и посильней. Да ты что? Да, и тогда корца будет легко сниматься. Ну, такие вот... Посильней ты силы-то приложил. Ты сильный белый перец. Утро, я еще не завтракала. Подождите. Ой. Вот, а теперь снимай. Итак, помидоры. Так себе, конечно, рецепт, я тебе скажу честно. На самом деле, быстрый, удобный, можно взять с собой, налить в термокружку и вообще во что угодно. Налить суп в гаспачо ты имеешь в виду? Да, почему нет? Будешь идти, допустим, на работу или куда-нибудь в фитнес-зал. Попивать суп. Попивать суп. Все думают, что ты пьешь кофе, а ты такая... Что, Юльчик, пьешь? Чесночный суп. Что, разве не чувствуешь? Так, я снял кожицу с лука. Напополам. Вот так, да. Чесночный суп. Буду реветь. А сколько нужно чеснока? Давай где-то 5 крупных, можно 7-8 мелких головок. Я люблю поострее, да. Теперь кидаешь их туда. Парочку. Блендер вот такими? Да, парочку, парочку сначала. Смотри, чтобы все лучше у нас перемололось, заливаем томатным соком. Теперь блендери. И ты мне это предлагаешь вот так вот изничтожить блендером. Да, Димка, мы вернем. И я обжарю у нас кусочек хлеба. Я кого-то потопил. Не надо. Не останавливайся. Пусть это будет завтрак подводника из Красного моря. Все, теперь дай я в тормоз немного. Какой фарш. Раз чесночинка, два чесночинка. Давай, еще что ты складываешь? Господи, как запахло-то. Черный перец. Немножко чили, надо прям аккуратно-аккуратно. И глаза при этом не тереть. И ты не готов к еще одному. Добавляем один хлебушек. Ты кулинарный из... Почти, почти. Давай, давай, измельчай. Слушайте, есть что-то в этом такое живодерское. Продолжай, ты идти. Да я понял, да, я просто не хочу вас тут забрызгать. Или давай еще один зубчик. Молотым хлебом. Да. Так, на первую скорость. Тем телезрителям, кто только что присоединился к нашему... Не удивляйтесь, что за вакханалия у нас случилась в студии. Это просто суп-гаспачо. Давайте напомним, что у нас здесь в мисочке, значит, лук, перец, чили, черный перец, кусок хлеба, помидорка соленая. Просто все. Да, хлеб сделает это все сытней. Давай пробовать. Давай. Смотри, мы делаем все очень просто. Добавим соли. Так. Сергей полизал только что руку. Ну, чтобы я же не буду общую ложку со своими слюнями макать обратно. Еще один, еще чеснок. Общую руку. Общую чеснока. Давай еще. Еще. Перемешаем. Давай пробовать. Подожди, мне кажется, я целый огурец там еще не раздавил. А, нет, раздавил. Давай пробовать. Так, давайте, кстати, пока ты пробуешь, смотрим на время. Сколько? У нас две с половиной минуты. Нам хватит? Хватит. И последний штрих. Масло. Чуть-чуть. В идеале оливковое, но можно и растительное. Чуть-чуть растительного масла. Друзья, мы сегодня готовим суп гаспачо. Если вдруг вы не успели с самого начала запомнить, записать наш рецепт этого замечательного холодного супа, то заходите на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, ищите нашу программу на Ютьюбе. И все эти рецепты вы можете еще разок пересмотреть, запомнить и попробовать повторить их дома. Классно? Круто. Так, ну что, выливаем, да? Да, выливай где-то половину того, что у нас получилось. Так. Давай еще. Еще. Оп, вот. Небольшое украшение в центре. Угу. Чтобы хрустела такая приятная текстура была. Можно не так сильно измельчать, тогда будут кусочки на зубах оставаться и... Чуденько будут они хрустеть. Да. Немножко украшения. Так. Наши завтраки, я напомню, должны укладываться в 7 минут. И Сергей Севапляс смог это сделать. Кстати, в очередной раз в нашей студии мы сделали кулинарный шедевр, буквально, суп-гаспачо за 6 минут, обратите внимание. Да, давайте посмотрим. Чтобы еще минуту потратить, можно добавить туда чего-нибудь крепенького, если вы любите. Все, время закончилось. Не успеем. Друзья, мы желаем вам всем приятного аппетита. Говорим большое спасибо гостю нашего эфира Сергею Севаплясу, автору кулинарного шоу «Аппетитное свидание». Ну, а нашу программу продолжит рубрика «Афиша». Сейчас узнаем, куда же можно сходить в ближайшие дни в городе Екатеринбурге. Продолжение следует...